В 1996 году население города Прова, штат Юта, доставляло почти 100 тысяч человек. В том же году тысячи людей приветствовали в Атланте Мохаммеда Али, который, несмотря на тяжелую болезнь, зажег олимпийский факел. А в Англии неизвестная писательница Джоан Кэтлин Роулинг наконец нашла издателя для своей первой книги о юном волшебнике по имени Гарри Поттер. За несколько месяцев до этого в одном из ресторанов Прова встретились четыре человека, чтобы обсудить возможности начала нового бизнеса. Предполагалось, что это будет предприятие совершенно нового типа. Новое дело зарождалось вокруг неизвестного таитянского фрукта и поэтому было связано с высоким риском и многими неизвестными факторами. Но по мере того, как разговор в тот осенний вечер заходил все дальше, каждый его участник чувствовал, что внутри него вспыхивает искра энтузиазма, которая превратится в пламя невообразимой силы. Гениальность системы свободного предпринимательства состоит в том, что одна идея может привести к созданию целой организации, обеспечивающей благосостояние тысяч людей и производству продукции, которая может пойти на пользу буквально миллионам. И все это может начаться с одной единственной своевременно появившейся идеи. Именно такая идея родилась в умах Джона Уотсворта и Стивена Стори. Являясь экспертами в области пищевой промышленности, Уотсворт и Стори однажды познакомились с результатами исследования фруктонони, известного среди таитян своими необыкновенно полезными для здоровья свойствами. Не будучи полностью в этом уверены, они решили найти образец фрукта. Но слава Богу, Джон обладал необходимым даром предвидения. Джон уже видел будущее этих водов. Он понимал, что это растение представляет собой нечто, чего никогда еще не было на рынке. Несмотря на все трудности, Уотсворт и Стори продолжали работать с этим фруктом, и в итоге разработали собственную технологию добавок и производства. Затем состоялась встреча в ресторане в городе Прово, куда были приглашены бизнесмены Ким и Керри Эйси, которые должны были стать новыми партнерами. Я думаю, у меня сразу же появилось ощущение, что во всем этом есть нечто очень необычное. Растение, найденное на Таити, было абсолютно не похоже ни на что из того, что предлагал рынок. Буду с вами откровенен. У меня появилось такое ощущение, что я, наконец, нашел то, что искал всю жизнь. И это открытие сыграет очень важную роль в моей жизни. Все, чего я и мой брат Ким хотели добиться, так это сделать нечто хорошее, чем мы смогли бы по-отцовски гордиться. На тот момент у нас обоих не было работы, и мы пытались найти что-нибудь, что помогло бы нам честно и хорошо зарабатывать, при этом делая добро окружающим. Я уверен, что сама судьба свела нас вместе. У каждого из нас была своя жизнь и совершенно разный опыт, но мы смогли объединиться и организовать очень сильную команду. Я думаю, что наша команда руководителей, возможно, является самой сильной из когда-либо работавших в этой отрасли. С точки зрения маркетинга это было точное попадание. Первая продукция – удивительная история, полезные свойства. Все, что нам нужно было сделать, это создать компанию под этот продукт. И мы знали, что она станет успешной. 1 июля 1996 года компания Маринда Инкорпорейтед, ставшая прародителем TNI, официально начала свою деятельность на небольшом складе в городе Линдоне, штат Юта. Было здорово ощущать себя частью предприятия, у которого была настоящая миссия. Я хочу сказать, что в то время должности не имели никакого значения. Если нужно было срочно сделать что-то по программе, автодоставке, все дружно кидались туда и помогали решать проблемы с автодоставкой. Затем компания начала расти так быстро, такими неимоверными темпами, что мы уже просто не успевали за ней. Нам пришлось переоборудовать часть складских помещений, поставить там столы и стулья, чтобы люди могли отвечать на телефонные звонки. Наш бизнес расцветал и разрастался с каждым днем. В самом начале приходилось работать вовсе без выходных. Мы, как и наши работники, фактически забыли, что такое выходной. Их самоотверженный труп помог компании вырасти до сегодняшних размеров. Нам очень дороги наши первые дистрибьюторы, потому что они были пионерами в этом деле. Понимаете, мы были настолько воодушевлены происходящим, мы, можно сказать, просто вцепились в руль и уже не выпускали его. У нашей компании пять основателей, каждый из которых мог бы руководить своей собственной компанией. Но после того, как эти пятеро объединились, их уже ничто не может остановить. Их видение будущего компании захватило всех нас и подстегнуло к тому, чтобы встать на этот удивительный путь, на котором нас ждали вдохновение и полная уверенность и успехи. Мы понимали, что производим хорошую продукцию, но мы и представить себе не могли, как ее воспримет рынок. Спрос оказался выше самых смелых наших ожиданий. К декабрю 1996 года объем ежемесячного сбыта вырос на 12 тысяч процентов по сравнению с первым месяцем работы компании. Такими же темпами развитие продолжалось и в последующие годы, по мере того, как компания завоевывала новые рынки, и люди начинали открывать для себя полезные свойства сока Таитиан Нони. Никакая другая компания не развивалась так быстро, как мы. Мы меняли устои, создавали собственную модель развития, модель, которая совершила революцию в области сетевого маркетинга. Люди до сих пор пытаются разгадать секрет ее успеха. Все началось с этого растения. На самых ранних этапах становления нашего бизнеса мы твердо решили узнать о Нони больше, чем кто-либо в мире, и затем уже никогда не уступать другим лидирующее положение. Сегодня производственно-исследовательский центр Таитиан Нони Интернешнл является крупнейшим центром во всем мире, занимающимся исследованиями Нони. Основой всему является растение. Это древнее растение, источник всей нашей продукции. Предки Таитиан, жившие в долине реки Инд, называли его ашиука, что означает «долголетие». Со временем это дерево, его плоды, листья, семена стали играть главную роль в жизни Таити. Дерево Нони символизирует нашу марку и нашу историю, наследие и культуру, его составные части. Плоды, семена и листья обладают целым комплексом полезных для организма свойств. Элементарные ингредиенты, запатентованные, защищенные эксклюзивными правами, открыли миру секреты Нони. Во всевозможных формах и формулах. И, наконец, продукция компании Таитиан Нони Интернешнл, уникальная, отмеченная торговой маркой Таитиан Нони, преподносит нам полезные свойства Нони и улучшает качество жизни. Сила нашей стратегии заключается в ее простоте. Происхождение любого товара можно отследить вплоть до самого дерева. В нашей работе нам посчастливилось сотрудничать со многими высококвалифицированными учеными и исследовательскими институтами из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Эти ученые внесли огромный вклад в изучение физиологии растений и в исследование Нони. С самого начала наш энтузиазм не угасал. Мы всегда хотели поведать миру о полезных свойствах и секретах Нони, а затем создать технологии, которые сделают эти свойства доступными человеку. Мы хотим способствовать улучшению общего благосостояния и здоровья и в итоге укрепить семью. Возможности нашей продукции практически безграничны. Рост, наблюдавшийся в первые годы существования компании, не был похож ни на что известное нам ранее. Торговая марка «Таитя Нони» стала укрепляться, и мы поняли, что являемся свидетелями рождения новой международной торговой марки. Сегодня существует свыше 35 торговых представительств и филиалов. Компания работает в более чем 70 странах. В марте 2003 года в Японии, в городе Токио, было открыто первое кафе «Таитя Нони». Это предприятие комплексного обслуживания, в меню которого можно найти множество полезных для здоровья напитков. Большинство из них содержит в своем составе Нони. Помимо напитков, меню включает и другую здоровую пищу. Кафе «Таитя Нони» уже сегодня можно найти на четырех континентах, а в ближайшие годы планируется открытие новых кафе. Рост продолжался и на других фронтах. В октябре 2001 года журнал «Инк» обратил внимание на необычно высокие темпы роста компании и поместил «Маринду» вверху рейтинга 500 самых быстро растущих компаний США. Начав с нуля в 1996 году, «Таитя Нони Интернешнл» сплотил вокруг себя полтора миллиона дистрибьюторов более чем в 70 странах мира, в компании работает свыше 1600 человек. Объем сбыта достиг 3 миллиардов долларов за неполные 10 лет работы компании. Что еще важнее, «Таитя Нони Интернешнл» выплатила свыше полутора миллиардов долларов комиссионными своим дистрибьюторам за весьма непродолжительную историю своего существования. Таких достижений в нашей индустрии еще не было и вряд ли когда-то будут. На сегодняшний день продано свыше 100 миллионов бутылок сока «Таитя Нони». Каждые 1,8 секунды кто-то покупает бутылку сока «Таитя Нони». И по всему видно, что история компании лишь начинается. Люди, из которых состоит наша компания, это наш важнейший ресурс. Мы по-настоящему признательны им. В действительности, большая часть того, что мы делаем как компания, направлена на то, чтобы помочь им достичь своих целей, расширить свои горизонты и обогатить их новым опытом. «Таитя Нони» — это лучшая часть нашей жизни. Мне очень нравится то, что компания дает нам все. У меня была возможность оставить мою работу за 8 лет до выхода на пенсию и начать свой бизнес с мужем. Наш продукт, сок, богословил жизни многих людей. Он дал возможность жить достойно на пенсии, о чем раньше мы и не думали. Я абсолютно уверена в Тиэнай. И продолжу усердно работать, чтобы помочь партнерам в достижении их целей. «Таитя Нони» помогает людям, когда они узнают о возможностях, которые дает эта компания. Их жизнь становится лучше. Они могут работать, не выходя из дома. Люди начинают жить достойно. Их дети получают все, что им нужно. Мы рады этому. Для нас это благословение. Благословение для всех нас. Станьте частью. Станьте частью чего-то большего. Когда эта компания делает что-то, она делает это на высшем уровне. Эта компания заботится о людях. Я действительно чувствую, насколько все мы важны. Что мы все единое целое. Что нет кого-то более или менее важного. И если мы все работаем вместе, мы помогаем большему количеству людей. Как замечательно наша компания. Мы делимся этим чудом со всем миром. И мы только начали. Это правильное время и правильная компания. Сейчас надо рассказывать нашу историю так, как будто мы никогда ее не рассказывали. От Бангкока до Сингапура. От Лос-Анджелеса до Лондона. От Окленда в Новой Зеландии. До Берна в Швейцарии. Вот лица этих людей, связавших свою жизнь с Таитиан Нони Интернешнл. 1 апреля 2005 года Таитиан Нони Интернешнл открыла на Таити новый современный перерабатывающий завод. Многомиллионный завод является крупнейшим предприятием подобного рода на Таити. Он помогает обеспечить свыше тысячи семей на этом острове. В 1995 году коммерческая ценность Нони равнялась нулю. Сегодня это ценнейшая сельскохозяйственная культура во французской Полинезии. 11 февраля 2004 года вице-президент Таити вручил компании Таити Нони Интернешнл награду за корпоративную и социальную ответственность. Церемония награждения проходила в стенах ООН. Наши заслуги признают правительство стран, другие компании и профессиональные организации. Но для меня самое важное признание это признание от почти незаметных людей. От Таитян, жизнь которых. Улучшилась в результате развития новой отрасли. От работников, которые познакомились со своей второй половиной на работе и сегодня живут счастливой семейной жизнью. От дистрибьюторов, реализовавших себя и получивших новую надежду. Для нас именно в этом и заключается смысл. Это были самые невероятные 10 лет в нашей жизни. Когда мы оглядываемся на то, с чего начинали, и сравниваем с тем, чего достигли, нас переполняет чувство смиренной благодарности. Мы работаем с людьми всех национальностей и профессий, каждый из них вносит свой вклад.